Друзья, всем привет, с вами канал Jagged Gaming. И на этот раз я решил пройти веселую, увлекательную аркадную игруху, в основе которой лежит всем вам известный Bomberman. Это игра Super Bomberman 2 Renix от команды The X Evolution, куда входит Sleep, который постоянно радует нас классными The X новостями. Это Гоген, который порадовал нас от личной игрухой Nothing. Это музыкант Нико, Олег Никитин, но тут вообще все просто, проще перечислить проекты, где он не участвовал. Художник Джован Дейл, хорошо известный своими артами с дамами с большими формами, а также графикой к The X новостям и Black Cat. Проходить я, конечно же, буду на харде, хард требует 7 МГц больше, поэтому на реальном нетурбированном железе вы эту штуку не запустите. Проган напишет, что нужно 7 МГц больше, ну и понеслось. Выбираем одного из двух героев и понеслось. Однажды пришельцы напали на планету Bomber. Безо всяких объяснений они начали уничтожать крупные города. Прям как в UFO XCOM. Стерев с лица земли полпланеты, лидер пришельцев потребовал от жителей покориться. Но нашлись два героя, которые не побоялись встать на защиту своей планеты и звали их Black и Помми. Что за имена такие? Чернышая англичанка? И началось сражение. Итак, друзья, перед нами классический Bomberman. Подрываем стены и подрываем врагов. Вначале нам на выбор дают двух героев, но я, честно говоря, никаких уникальных способностей у них не заметил. Возвлечаются они всего лишь навсего спрайтом. И кроме визуальных отличий, вроде бы они одинаковые. Вверху у нас показана иконка героя, которую мы выбрали в самом начале, которую мы будем проходить. И также показано количество жизней. В игре всего 20 уровней и финальный босс. Вот это очень круто, потому что босса в спектрумовских игрухах это не такая уж и частая вещь. Избегая вперед, скажу, что уровень с боссом сделан очень-очень круто. В стенах скрываются разные бонусы, а также дверь с выходом. Она пока заперта, но как только мы уничтожим всех врагов, через него можно будет выйти. Так, работаем на упреждение. Все, выход открылся, но уходить не нужно спешить. Дело в том, что нужно собрать сначала все бонусы в стенах. Мы сейчас подорвем все стены, посмотрим, что там лежит. Ну вот первый бонус в виде бомбы. Он добавляет нам количество бомб. Первоначально она у нас одна, но как только мы берем, бомба добавляется, и как видите, мы можем ставить их уже целых две. И всего можно собрать пять таких бонусов, то есть можно будет поставить пять одновременных бомб. Бомбы взрываются по таймеру, однако если вы поставите бомбы в радиусе действия друг друга, то тогда бомбы взрываются одновременно. Этим, кстати, можно пользоваться, то есть поставить сразу там три-четыре бомбы, которые будут друг друга подрывать, и они вместе накроют достаточно большую площадь, и врагу будет просто не уйти. Я обычно по инерции после последнего куска уходил автоматом уже в дверь, потому что в последнем куске, ну, 99%, что ничего не будет. Ну, а тут, видите, не повезло, и там как раз была дополнительная жизнь. Это второй бонус. Тут есть разные варианты прохождения. Можно сначала либо уничтожить всех врагов, а потом спокойно уже начать собирать все бонусы, либо можно уничтожить врагов тех, которые поблизости, чтобы они нам просто не мешали, чтобы случайно жизни потерять. Ну, а потом, пока все остальные враги заперты, пойти просто зачистить полуровни и подсобрать бонусов, так остальных уничтожать будет гораздо проще. И, честно говоря, первые разы, когда я проходил, где-то половину жизни я терял просто на зачистке уровней, то есть так неудачно ставил бомбы, что сам на них подрывался. И уже через некоторое время, потренировавшись, я выработал такую штуку на автомате, что поставил бомбу и сразу сделал там отход в две стороны, то есть зашел за угол. При таком варианте наша бомба нас не зацепит. О, смотрите, здорово, нам закинули еще одну жизнь. Я стараюсь ставить бомбы так, чтобы они уничтожали сразу несколько кирпичных стен. Все, второй уровень зачищен, переходим на третий. И вот мы берем щит, это один из самых лучших бонусов в игре, он дает нам неуязвимость от своих же собственных бомб, то есть мы на своих бомбах больше не подрываемся. Я по привычке первое время отхожу, потому что привыкаешь к хорошему, потом погибаешь, теряешь этот бонус и начинаешь подрываться подряд, потому что забываешь, что у тебя его больше нет. Так, берем еще одну бомбу, теперь у нас их целых три. Здесь, как видите, есть разные враги, но вот эти стандартные такие монетки с улыбками, смайлики, они достаточно безобидны, просто медленно ходят, подрываются, все окей. Ну а есть вот такие вот чертики, видите, они пока заперты, но самое главное, что они очень быстрые. И это одни из самых сложных врагов в игре, кстати. Пока недалеко они не так страшны, но в общем-то, если они подбегают на близкую дистанцию, то они могут причинить много вреда и очень легко потерять жизнь. Поэтому я, прежде чем к ним подходить, я сначала делаю такие длинные всякие витиеватые пути, чтобы у меня была возможность от них слинять, если что. Ну и только потом вскрываю эти запертые куски картой и уже подрываю товарищей. Как видите, враги друг через друга пройти не могут. Вот такой вот огонек, он увеличивает радиус действия нашей бомбы на один квадрат. То есть по дефолту у нас взрыв от бомбы подвав в каждую сторону, после первого взятого, соответственно, будет по три, после следующего по четыре, ну и максимально можно взять пять таких бонусов. То есть взрыв от бомбы будет по 7 квадратов в каждую из сторон. Ну а это я взял бонус с таймером. Когда мы ставим бомбу, то можем поставить ее в режим таймера. Для этого нам нужно встать на один квадрат с бомбой, удерживать кнопку огонь, и тогда бомба взорвется ровно тогда, когда мы огонь этот отпустим. То есть взводим бомбу, отходим и отпускаем огонь. Вот еще один огонек. Сейчас у нас действия бомбы будет еще больше. Теперь уже радиус целых 5 квадратов. Это может показаться очень странным, но самое сложное здесь в самом начале. Вот в данном случае, например, видите, как бы я ни начал, вот этот вот черт, он прямо рядом со мной, и он запросто может меня уничтожить. И вот то, что вы видите, это, к сожалению, косяк, скажем так, того, как здесь реализована бомба с таймером. Вот мне показалось, что сделана она здесь не очень хорошо. По двум причинам. Ну, во-первых, когда вы ставите бомбу, вы должны потратить некоторое дополнительное количество времени на то, чтобы ее взвести. То есть, если у вас есть возможность взвести с таймером, вы не ставите сразу, вы ставите бомбу, которая начинает тикать, и вам нужно оставаться на этом месте и удерживать огонь, чтобы перевести эту бомбу в режим таймера. Ну, и сами понимаете, поставил бомбу, потом стоишь, ждешь, а пока тут бегает черт, как видите, буквально в квадрате 3 на 3 бегает, он максимально быстро нас достанет, и поэтому времени ждать просто нет. То есть, очень долго все это заводится, все должно быть гораздо быстрее. Ну, иначе это работает против нас. Ну, а во-вторых, что мне вот в этом таймере в реализации не очень понравилось, это то, что, когда я удерживаю огонь, чтобы взвести эту бомбу, если вдруг я вижу врага, и я начинаю отходить вбок, то автоматом начинают ставиться бомбы еще и еще, если у меня их несколько в запасе. И в итоге, случайно дернув рукой от того, что я увидел врага, да, пытаясь от него смыться, вместо бомбы с таймером я получу просто несколько подряд установленных бомб, и если это начало игры, как вот вы видели сейчас, то я на них потом в итоге просто и подорвусь, потому что бомбы нас со них запирают в углу и пройти нам больше не дают. То есть, мы сами себя замуровываем и на этих же бомбах подрываемся. Я бы, честно говоря, реализовал по-другому. То есть, ставится бомба, и потом второй кнопкой огонь вы эту бомбу, собственно, подрываете. Да, может быть, вы не поставите вторую бомбу, но я считаю, что это, скажем так, взаимоисключающие бонусы, да, либо с таймером, либо вы собираете несколько бомб. Берёте с таймером, возможность ставить несколько бомб, например, у вас пропадает. Или если вам нужны несколько бомб, ну, просто не берёте этот приз. Призы, кстати, чтобы они не мешали, можно рядом с ними поставить бомбу, и тогда бомба, этот бонус уничтожается. И в этом случае вы одной кнопкой ставите бомбу, отходите, и когда подходит враг, просто нажимаете и взрываете её вторым нажатием на огонь. По-моему, так гораздо быстрее и удобнее. Тем более, что в игре уже есть такая вот концепция взаимоисключающих бонусов, то есть либо у вас работает один, либо вы берёте второй, первый пропадает. Об этом мы чуть попозже ещё поговорим. Я вам примеры таких бонусов покажу. Ну и, наверное, вы обратили внимание на то, что в самом начале у меня вроде бы был щит, да, но я почему-то подорвался. Но на самом деле именно это и есть главное отличие лёгкого уровня от сложного, потому что щит, который позволялся нам не подрываться на своих бомбах, он в лёгких уровнях спокойно передаётся от уровня к уровню, то есть пока мы не погибнем, этот щит с нами. Ну а здесь с каждым уровнем этот бонус теряется. То есть если мы берём щит, то он действует только в рамках данного уровня. И на первый взгляд это вроде бы не очень существенное отличие, всего лишь один бонус, и действует он чуть-чуть по-разному, но на самом деле это очень сильно влияет на игру, потому что, как видите, врагов здесь не очень много, и здесь есть очень много ситуаций, когда можно от собственных бомб погибнуть, себя случайно замуровать, или что-то не так сделать. Ну а самое главное, как вы видите, бомбы действуют как блокиратор для врагов, то есть в некоторых ситуациях, обладая щитом, вы можете перед собой просто поставить вот такую вот бомбу, и не подпустить к себе врага, а враг подойдёт к бомбе и пойдёт в другую сторону. Ну а вы на своей бомбе не подорвётесь, потому что у вас есть щит. Ну а когда щита у вас нет, играть гораздо сложнее, потому что нужно одновременно думать и о себе. Я могу ошибаться, но мне вроде бы показалось, что на лёгком и сложном уровнях, по-моему, одинаковое количество врагов, и бегают они примерно одинаково. Вопрос лишь в том, что щит действует только на текущем уровне. И, в принципе, на лёгком уровне, если вы взяли, например, пяток бомб и, скажем, щит, то вы можете бомбы ставить просто везде подряд, враги через них не смогут пройти, ну а они все вместе начинают подрываться, вот поставить их по всем углам, по всем узловым точкам. Они все подрываются, и у врагов просто нет практически шансов уйти от бомбы. Ну а без щита с одной бомбы, как видите, играть гораздо сложнее. Вы, наверное, уже обратили внимание, что где-то взрывная волна попадает на врагов, но они почему-то не погибают, вот краешком их задевает. Дело в том, что здесь очень специфически отрабатываются хитбоксы, когда враг переходит из одной клетки в другую, да не только враг, и, в принципе, наш герой тоже, то считается, что он уже на той клетке, на которую он переходит. То есть, если он как бы между двух клеток стоит, и позади него, на клетке, с которой он уходит, происходит взрыв, то он уже не там, он не взорвется. И то же самое, но наоборот. Если вы переходите на клетку и половина стоите на новой клетке, то и там происходит взрыв, то, соответственно, вы погибаете, потому что физически вы уже на новой клетке, а не на старой, с которой уходите. Это нужно учитывать, чтобы и не подорваться самому, и чтобы правильно взрывать врагов. Так, всё, здесь я всех подорвал, и это у нас, по-моему, последний, пятый уровень в текущем мире. Ну, здесь целых четыре мира, по пять уровней в каждом. И здесь будет немножко меняться графика, меняться сеттинг. Ну, и, конечно, здесь будут новые враги с новыми свойствами. В конце каждого мира нам дают пароль для доступа к следующему, чтобы не начинать всё с самого начала. А также нас ждёт вот такая мини-игра. Нам, как в игральном автомате, нужно угадать три одинаковые штуки. Они крутятся с разной скоростью. Как написано в руководстве, если угадываем две одинаковых, то нам дают жизнь. Ну, а если угадываем все три, то к жизни нам дают ещё и тот самый бонус, который мы угадали. То есть тот бонус, который мы трижды собрали. Меня тут грубо назвали неудачником, но двигаемся дальше. И это, как видите, у нас такие густые леса. Вместо стен теперь деревья. Ну, в принципе, пока здесь все враги знакомы, кроме одного. Как видите, здесь есть те самые смайлики, медленно двигающиеся по уровню. Здесь есть черти. И здесь есть вот такой один медленный слизень в виде капли, который двигается очень медленно, но в отличие от нас и других врагов, он может проходить сквозь стены. Ну, сквозь препятствия, в данном случае деревья. Это особенно неудобно, опять-таки, в начале уровня, когда вы ещё полностью заперты в одном узком месте, и к вам такой негодяй подбирается. Ближе к середине и концу уровня он уже не так опасен, но вот в начале на него нужно обращать отдельное внимание, потому что он может доставить много неудобств. Все, шестой уровень, можно сказать, пройден. Остается только собрать лишь бонусы. Здесь у нас новый бонус в виде пятки. Пятка позволяет нам проходить сквозь свою же собственную бомбу. По дефолту мы этого делать не можем, то есть есть шанс, что мы себя сами запрем, то есть встанем в тупик и поставим бомбу. И тогда пройти через бомбу нельзя, и мы по-любому на ней подорвёмся. Ну, а пятка позволяет нам пройти сквозь бомбу и убежать, пока она не взорвалась. Не самый, может быть, полезный приз, но будет приятным сюрпризом, когда вы вдруг в неожиданной ситуации, когда вас прижали к стенке, вдруг что-то сделали не так в полу сражения, и, соответственно, позволят вам быстро избежать гибели. Ну, а при наличии щита, который позволяет нам не подрываться на собственных бомбах, этот приз, в принципе, теряет всякий смысл. Ну, а кроме того, мы взяли малиновую ногу, эта нога позволяет нам вот так пинать бомбы, ну и, в принципе, можно подрывать врагов, не подходя к ним, а вот так пнув бомбу, и она подлетит куда-нибудь далеко к врагу. При этом нужно понимать, что бомба взрывается не при ударе об стену, когда мы её пинаем, а по таймеру точно так же, как и обычная. Вот типичная ситуация. Смотрите, слизень двигается к нам, он зажал нас в углу, мы через деревья пройти не можем, а он проходит. И моё счастье, что я успел поставить бомбу, сквозь бомбу он пройти уже не может, она для него препятствия, и поэтому он свернул. А так бы он прошёл бы ко мне, и, скорее всего, он меня бы уже ликвидировал. Здесь вот есть бонусы в виде черепушки, это вредный бонус, это единственный вредный бонус из примерно десятка бонусов. Эта самая черепушка либо отнимает у нас все бонусы, или заставляет нас ставить бонусы на автомате. То есть, как будто вы зажали огонь, бомбы будут ставиться подряд, независимо от вашего желания. И это будет продолжаться 20 секунд. В общем, такое непотребство лучше не трогать. А ещё лучше рядом поставить бомбу и взорвать его нафиг. И, кстати, у этого слизни есть ещё дополнительное свойство, дополнительная защита. Когда он движется сквозь деревья, если мы рядом ставим бомбу, то взрывается дерево, а не он, если они находятся на одной клетке. Всё, этот уровень почти закончен. Сейчас соберём бонусы. Да, непонятно, зачем нам столько пяток подряд. Бонусов, к сожалению, не привалило. На восьмом уровне появляется новый враг. Это вот такая вот пружина, ну или моток ниток. Ой, я случайно здесь взял черепуху. Это плохо. Я, видимо, потерял все бонусы, судя по тому, что из меня бомбы не вываливаются. Да, точно, бомба далеко уже не бабахает. Значит, я, к сожалению, потерял всё, что было. И, кстати говоря, по поводу новых врагов, вот этих вот пружин, я, честно говоря, не очень понял, чем они отличаются, например, от обычных смайликов, которые здесь бегают. Они вроде ничего специфического здесь не выполняют, не имеют никаких дополнительных свойств, через предметы не проходят, высокой скоростью не обладают. Возможно, отличаются только графически. Тут вроде всё легко зачистилось, выход мы пока не нашли, так что придётся тут немножко повзорвать деревья. Берём огонёк для увеличения радиуса действия бомб. Мне, кстати, ещё показалось, что лёгкий уровень отличается от сложного тем, что здесь призы хорошие редко выпадают, ну и, например, жизни выпадают реже. Хотя, может быть, мне просто так и не повезло, и мне просто показалось, что сложность на это влияет. Девятый уровень, все те же самые враги, ну и вы могли заметить, что я взял один новый бонус, это капля, и она позволяет нам вместо бомб ставить вот такие вот колбы со взрывоопасной жидкостью. Действует оно ровно точно так же, как и бомба, имеет тот же радиус действия, тот же таймер, ничем не отличается, и всё отличие заключается лишь в том, что если взять дополнительный бонус, который, кстати, мы только что взяли, чтобы пинать эту бомбу, чтобы она летела куда-нибудь вбок, то в отличие от обычной бомбы, которая всё равно взрывается по таймеру, эта бомба взрывается при соприкосновении со стеной. То есть, если мы возьмём, поставим эту штуку, пнём её в стену, и она полетит и ударится об стену, то она тут же моментально взрывается. Её очень удобно использовать для того, чтобы подрывать врагов, которые там где-то в углу ходят, чтобы к ним близко не подходить, можно вот так вот издалека их пулять. Вот, например, вот так. Ну вот, сколько ни тренируйся, всё равно я умер по дурке. Я вот так говорю, я половину случаев, когда начинал играть, я постоянно погибал именно вот так по дурке. Где-то что-то забыл, не так встал. Но это при том, что врагов-то уже давным-давно нет. Ну и попутно, конечно, я потерял все бонусы. Всё, двигаем дальше. Вот это, наверное, пожалуй, самый лёгкий уровень. Здесь, как видите, нет сложных врагов, нет здесь каких-нибудь быстрых чертей, нет здесь слизней, которые проходят сквозь деревья. Здесь лишь небольшое количество вот этих вот пружин, которые особой угрозы не представляют. Ну, я так понимаю, задумка здесь изначально была в том, чтобы загромоздить вот центр карты вот этими квадратами, которые не взрываются, с тем, чтобы сложнее было играть. Теперь можно походить, немножко пособирать бонусы, которые я по дурке слил в прошлый раз. Вот, отлично, бомбы теперь можно пинать. Но, к сожалению, видите, они проходят сквозь врагов. Было бы прикольно, если бы они бились бы в лоб врагам и тут же взорвались. Ну, а так получается, что враги через них пройти не могут, а когда бомба летит, то она через врагов проходит. Очень странно. Это вот, по моему мнению, скажем так, такой небольшой недочет. Ну, и второй, наверное, недочет, который я здесь заметил, что мы не видим тех бонусов, которые мы собираем. Согласитесь, не так уж, наверное, и сложно сделать просто статические значки без движения. Вот в верхней панели, где значок нашего героя написано количество жизни и black, чтобы там высвечивались иконки взятых бонусов. Ну, а у бонусов, которые накопительные, там бомба, скажем, или радиус действия бомбы, чтобы там просто показывалось их количество. Закончили второй мир, и у нас опять мини-игра. Последовательность смены иконок, она не рандомная, она заранее записана, и она не меняется. То есть здесь можно приноровиться. Ну, я выбил три одинаковых, мне пишут, что я получил бонус и получил жизнь. Как видите, жизни у меня было две, ну, а теперь стало три. У нас опять меняется графика, здесь мы уже в неком подобии болдер-дэша. с той лишь разницы, что здесь гравитации нет, и камни здесь не падают вниз. Кстати, когда ставишь вот эту банку вместо бомбы, у нее почему-то тоже таймер. Хотя, смотрите, на бомбе там есть фитиль, вы его поджигаете, фитиль горит, бомба по таймеру взрывается. Но банка здесь тоже взрывается по таймеру. Я вот плохо здесь вижу, вот есть там фитиль или нет. Если есть, тогда все понятно. Ну, а если нет, тогда непонятно, с чего банка взрывается по таймеру. Ну, и вот вы здесь могли видеть нового врага. Это такой осьминог. Ноги у него, правда, только три. И тоже никаких особенных свойств у этого товарища я не заметил. Сквозь предметы он не проходит, он не особо быстр. То есть, это таки аналог смайлика из первого уровня. Кстати, странно, что в игре нет очков. Ну, а здесь уже как привычный нам герой в виде смайликов, чертей и пружин, так и новый в виде вот этих трехногих осьминогов. Бонусов я накопил уже целую тучу. Как видите, диапазон взрыва, радиус взрыва просто гигантский. Кстати, при движении врагов здесь есть такая одна особенность. Враги начинают двигаться в другом направлении только когда они натыкаются на препятствие. То есть, если они упираются куда-нибудь в угол и видят, что можно пойти в другом направлении, то они могут туда пойти. А могут, кстати, пойти и в обратном. Но если такой монстр забегает в тупик, из которого никуда не свернуть, то он просто движется в обратном направлении. Поэтому, когда у персонажа, у врага, в смысле, есть в одном конце и в другом конце его маршрута два таких тупика, где он свернуть не может, то он, соответственно, так и движется по этому маршруту. То есть, враг не может свернуть посредине своего маршрута. Он решение о смене маршрута принимает только уперевшись в препятствие. Этим можно пользоваться для того, чтобы загнать какого-нибудь монстра между двух тупиков, и он там будет бегать туда-сюда, где его легко можно будет поймать, поставить бомбу или колбу. Все, 12 уровень закончен, переходим на 13. И вот тоже, смотрите, странный уровень, да, то есть, вроде бы здесь нет сложных врагов, по идее, каждый уровень должен идти по нарастающей, то есть, быть сложнее, то есть, там должно быть больше сложных врагов, но посмотрите внимательно, вот здесь вот враги, вот самый примитив, да, они не обладают какими-то специфическими свойствами, которые могут нам сильно угрожать, то есть, самые обычные враги, и вроде бы никаких проблем с ними быть не должно. Единственное, здесь камней только очень много, ну а так, в общем-то, повторение предыдущего. Ну, опять по дурке я слился. Теперь придется все бонусы опять с нуля набирать. Так, ну этого мы сейчас запрем. щит, это очень ценно, прекрасно. в принципе, у меня осталось еще три жизни, до конца игры, ну то есть, где-то две трети игры без учета босса мы прошли. Ну, все, двигаем на 14 уровень. А, вот бомба, отлично, чуть не убежал. ну вот тут нам добавляют как раз и слезняков уже, и чертей. n пара на 40 уровень misunderstood, Так, ну здесь, чтобы достать этого слезняка, надо немножко расчистить поле Сейчас мы примерно по расстоянию подберем, он сам подойдет Ну теперь только бы с этим чертом не облажаться О, отлично получилось, ну все, теперь собираем бонусы и двигаем на пятнадцатый, последний в этом мире Все, здесь чисто, двигаем дальше Здесь тоже вроде нет никаких чертей, сложных врагов, все достаточно просто, по идее Если я в очередной раз не облажаюсь Ага, просто по дурке опять слился И, кстати говоря, вот еще один момент Здесь вот в самом начале уровня, когда еще карта не очищена Если умереть прямо в самом начале уровня, вас выбрасывают в этом же верхнем левом углу И если там бродит враг наибольшом расстоянии, он ходит туда-сюда, потому что места просто больше нет То вы перерождаетесь и тут же от него умираете То есть нужно еще смотреть, чтобы на врага не попасть То есть обычно мы, когда возрождаемся в такой ситуации У нас есть некоторое количество секунд бессмертия, 2-3 секунды И обычно наш герой мигает И чтобы не попасть, просто по дурке не выпасть в том месте, где уже есть враг Ну а здесь вот этого нет В основном это здесь и не требуется, за исключением некоторых случаев Когда вот самое начало уровня И вот реально можно нарваться на такую ситуацию, когда вы перерождаетесь И сразу прям на враге Хорошо, мы получили жизнь Пока их все еще три А у нас уже последний уровень данного мира Остается еще пять уровней Нам дают очередной пароль И очередную возможность сыграть в мини-игру Кстати, как мне показалось, вот эти вот иконки Они движутся чуть-чуть быстрее, чем на уровне изи На легком Потому что на легком эту комбинацию собрать гораздо проще Я собрал только две из трех, поэтому нам дают просто жизнь Было у нас целых три, а теперь целых четыре И у нас новый мир То ли водный, то ли ледяной Здесь то ли кристаллы какие-то То ли окаменелые полипы и морские звезды Да что ж такое, опять я по дурке слился Вот я задумываюсь о том, как дальше действовать Все, и забыл, и сразу погиб Все, остался последний, кстати, самый сложный Вот подлец, ну никак не гибнет, а Вот, кстати, смотрите Он как раз движется между двух тупиков Видите, и у него просто физически нет возможности Теперь отсюда выбраться Ну и бону, соответственно, нужно ставить на узловых точках Так, чтобы он вверх-вниз не пошел То есть, чтобы он продолжал двигаться горизонтально Так, этот бонус в виде щита нам дают, когда он нам уже нафиг не нужен После этого уровня все равно его отберут Кстати, что интересно, сама по себе дверь не взрывается Если рядом с ней поставить бомбу, то все, что за дверью не взорвется И при этом уничтожить дверь нельзя То есть, это, знаете, такая броня Но при этом сквозь эту броню без проблем проходят и враги Хотя обычно, когда появляется дверь, то врагов давно уже нет Так, у нас семнадцатый уровень и остается всего четыре Семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать Прежде чем взорвать блок к этому черту Лучше сначала сделать себе возможность для отхода Нужно чуть-чуть расчистить путь Ну а потом уже будем там вскрывать Да что ж такое, опять я по дурке слился Ну это просто безобразие какое-то Бонусы-то здесь собираются достаточно быстро Особенно, когда уровень еще не зачищен Ну просто вот как-то даже обидно Вот смотрите, слизень к нам идет А вот эта вот ползающая букашка с рожками Это очень коварный враг Дело в том, что после того, как он подрывается на бомбе Он не умирает, а становится гораздо быстрее То есть первый взрыв его только заводит И убить его можно только вторым И вот тут есть опасность на него нарваться Вот видите, по нему попало И он стал двигаться намного быстрее О, на этот раз мы взяли увеличение радиуса действия взрывной волны И все-таки достали его Правда там наверху есть еще один Вот видели, да? Сейчас его препятствие как раз спасло Ух, мы сейчас этих огоньков наберем Взрывная волна будет с полэкрана Так, ну этот от нас уже убег Его не достать И вот смотрите, верхние товарищи Они тоже по идее не могут выйти вниз Ведь они ходят между двух тупиков Но проблема в том, что они иногда упираются друг в друга И вот в этом случае они могут пойти уже не горизонтально, а вертикально То есть когда враг один Это гарантированно он будет ходить Так и будет ходить горизонтально А вот если вот их двое То один из них в некоторый момент времени Если второй прям перед поворотом его застопорит То он может и вниз пойти Ааа, да что ж такое Смотрите, чуть-чуть я опоздал И не успел поставить бомбу Я погиб, но при этом смотрите Обоих тоже накрыло Остается всего лишь одна жизнь Маловато О, ну хоть какие-то бонусы мы пособираем 18 уровень О, это хорошо, что у меня был бонус прохождения Сквозь вот эти самые бомбы А то бы я сейчас себя замуровал Вот, отлично Мы сейчас низ как раз целиком разгребем Может там какие-то бонусы пособираем И низ у нас будет свободный И мы сможем через низ зайти И попробовать ликвидировать этих монстров Ух, сколько бонусов И самое главное, два щита Он думал убежать, но его достало Смотрите, как неудачно получилось Врага подпер второй враг И я думал, что он сейчас опустится вниз А его подпер второй враг И он не опустился вниз Пошел вверх И прям как раз на меня И я не успел ничего сделать Враги сработали в кооперативе Отличная командная игра Так, ну вот этот пока в тупике Ну, как вы видели Он подорвался на перекрестке Ну, а при подрыве Он еще может направление свое менять Ой, блин, я случайно в дверь зашел Можно было бонусы собрать Все, два уровня остается Пришлось поставить здесь бомбу Чтобы он ко мне наверх не забрался А то мог бы и пойти Все, видите, я поменял ему направление И теперь он между двух тупиков И оттуда он уже выбраться не мог А, здесь как назло дверь Туда бомбу так не поставишь Она не взорвется Придется с другого конца заходить Так, один готов Еще одного зацепили Прямо комбо Сразу двоих Сразу вспоминается сказка Как один портной сразу семерых убил Одним ударом Ну и теперь остается Всего лишь самое простое Без жизней С одной последней жизнью Затащить последний уровень С другой стороны 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 здесь теперь только враги которые погибают с двух ударов и который начинает психовать после первого ну и как видите центр забита блоками центр уровня забит вот этими блоками которые не взрываются и которые мешают нам маневрировать ну благо радиус действия у нас просто охренительный смотрите практически по горизонтали весь уровень сносит так вот эти бонусы хотелось бы взять там еще с боссом сражаться так первый раз мы сейчас зажмем а это не первый тоже 2 все отлично но теперь только не облажаться у сколько бонусов вот конечно щиты бы мне пригодились на следующем уровне но к сожалению они не перемещаются ну вот и все друзья а теперь босс но перед боссом конечно же дополнительная игра и очень бы хотелось взять еще одну дополнительную жизнь а не удалось блок говорит ну наконец-то мы нашли его а босс в ответ кто такие что здесь делаете и помню добавляет давайте вот мутузи в этот момент стать классно нарисовано мне еще нравится какая отвратительная рожа правда есть им какая-то доля обаяния как видите арена это пустое пространство есть две области куда заточили двух вот этих вот рогатых насекомых камни при взрыве дают кстати много бонусов ну а вверху нас ждет босс и самое интересное что пока его не побили он выкидывает очень-очень мало вот этих огоньков поэтому вот как по мне на харде пока у нас нет щита лучше пока этого товарища вообще не трогать он потихонечку будет выкидывать вот эти огни и соответственно мы их потихонечку также будем убирать потому что если сейчас его попробовать потревожить он их такое количество сгенерит что просто ужас и наша задача сейчас в первую очередь найти щит битвы с боссом с щитом и без щита это вообще совершенно две разных игры как видите тут очень многое зависит от рандома мне повезло я вот этот щит нашел тут будет периодически еще появляться бонусы но самое главное найти щит ну а когда щит уже найден в общем-то можно без проблем просто подряд ставить много-много-много взрывчатки подрывать и при этом не обязательно даже атаковать и какое-то время самого босса можно просто там два три раза поставить все по ряду вот таких вот взрывчаток просто чтобы уничтожить большое количество огней почистить поле но после этого опять можно атаковать босс и так что вот после взятия щита никаких проблем нет мы постоянно ставим вот такие вот ряды в бомб постоянно атакуем босса если становится много огней просто ставим ряды Вертикальные или горизонтальные Среди этих огоньков Подчищаем поле Ну а дальше выносим вот этого босса Кстати, посмотрите, мы когда находимся справа или слева Он постоянно поворачивает голову То направо, то налево, как бы на нас поглядывая Вот это классно сделано Здоровская анимация Каждый раз, когда мы по нему попадаем Он изрыгает пламя Но это пламя генерит просто огромное количество огней Задевать их нельзя Если попробовать пойти в сторону огонька Мы тут же моментально погибаем Так что близко к ним лучше не подходить Ну а понятное дело Без щита здесь будет очень и очень сложно И поэтому нужно будет Сражаться с этими огоньками Как видите, после их уничтожения Дают очень-очень много бонусов И вот среди них обязательно должен быть щит Потому что без щита на харде Здесь очень долго не продержаться Так, я немножко почищу поле Ох, случайно я уничтожил бонус жизни Ну, в принципе, жизнь мне, наверное, уже не нужна Потому что на этом этапе уровень проходит со 100% Умереть здесь можно исключительно только Если попасть под раздачу Вот когда он плюется огнем, пламенем Но это, как видите, все контролируется Ну или если случайно нарваться на огонь Ну, как видите, это тоже сделать очень сложно Вот, например, мне еще один щит выпал Поле практически пустое Опять его атакуем Кстати, что интересно Смотрите, когда взрыв проходит через бонус Он уничтожает бонус Но при этом взрыв проходит дальше То есть это не стена какая-нибудь И при этом врага задевает В принципе, бонусы собирать здесь дальше бессмысленно У нас уже максимальное количество По радиусу действия У нас уже есть щит В принципе, нам здесь больше ничего не нужно С таким радиусом действия поля Здесь зачищается достаточно быстро и легко Просто прям по центру ставим вот такой ряд И он там в обе стороны сметает все Вот еще один щит Ну, то есть без щита нужно в таком режиме Хоть какое-то время продержаться Пока он не появится Он здесь достаточно часто появляется Все, осталось еще немного Ну и, кстати говоря, еще один такой маленький недостаточек Я бы даже сказал придирка Это то, что здесь нет какой-то полоски Или графы, сколько осталось по нему попасть Согласитесь, приятно играть, когда ты знаешь цель И знаешь, сколько примерно ты выполнил Там хотя бы четверть достиг Или половины Чтоб был понятен масштаб врага Чтоб было понятно, сколько еще осталось идти Да и визуально вот эта верхняя полоска Она просто получается пустует И сделана просто так Можно было бы ее чем-нибудь занять Это как Вячеслав Медноногов про Буратино ответил Почему появляются стрелки, когда нажимаешь на стрелки Ну или на джойстике направление выбираешь Оно отображается на экране Зачем, собственно, это надо? И он ответил, что это исключительно потому Что там должны были быть предметы Которые у Буратино находятся в руках Но он это не реализовал А чтобы не было пустого места Он просто решил его занять Ну так вот явно здесь бросается в глаза Что здесь пустое место Все, последний раз мы саданули И он готов Зеленая гадина мертва Ну, чем займемся дальше? Может, женишься на мне? Не сегодня, детка При чем здесь женить бы? Вообще непонятно Ну и, собственно, состав команды TheX Evolution В качестве руководителя у нас заявлен Слип Код писал Слип с Гогеном Графику чертил у нас Джован Дейл Ну, по формам, собственно, по картинке даже видно Можно угадать с одного раза Музыка Нико, Олег Никитин И тестеры Black Cat и Epsilon Создатель сайта TheX Online Где, собственно, игра и выложена Ну, что, друзья, в целом сказать Отличная игруха Просто замечательная Все, что я отправил в минус Это мелкие придирки В общем-то, ерунда Ну, а в целом такая Достаточно веселая Хорошо нарисованная Хорошо озвученная Игруха На легком уровне Не особо сложная Я бы даже сказал Достаточно простая И хороший сбалансированный Сложный уровень Который, может быть, не с первого раза Но реально затащить Игруха оставляет приятное впечатление Хочется в нее сыгрануть потом еще разок Я еще несколько раз перепроходил потом Ну, а на этом все, друзья Надеюсь, вам понравилось прохождение Ставьте лайки Подписывайтесь Комментите И обязательно увидимся в следующем видосе Пока Пока